Сегодня последний день наших занятий. Я думаю, что некоторые люди уже устали. Немного дня люди любят спать. По воскресеньям нельзя поспать. Я благодарен всем, кто пришел за три или два дня. И помогли практику. Я помог людям совершенствовать свою практику. Было замечательно посетить город Казань. До этого некоторые люди говорили, что я не ехал в Казань, потому что здесь очень опасно. Они сказали, что Казань более опасна, чем в Африке. Сейчас я вижу, что это очень замечательное место. Это место более спокойное, чем Москва. Я встретил очень много неплохих людей. Это возможно потому, что в прошлом татары были очень сильным народом. Возможно, люди в Москве немного напуганы. В эти три дня мы делали довольно сильную практику. Мы занимались очень интенсивно практикой в течение этих трех дней. Обычная практика в течение нескольких часов является не совсем обычной. Даже настоящие йоги не занимаются такой длительной практикой постоянно. Иногда есть период, когда йоги бы попали renter. Знаешь, когда йоги, когда они занимаются пранаями, это занимает достаточно длительный период времени. Но и такая практика приходит от которого и приходится в teachable йоги. Но обычно такая практика происходит лишь однажды, когда ученики достигают уровня пранаямы. Тогда вы должны делать пранаяму четыре раза в день. На восходе, в середине дня, вечером и ночью. Один круг пранаяма может занимать один час и двадцать минут. И между тем, вы делаете очистку, различные упражнения. Обычно в течение этих практик вы спите только три часа. От ночи до трех часов до ночи. И до трех часов вы встаете. И начинаете очистку. И продолжаете. То есть вы ложите спать в полночь, спите до трех часов, затем встаете. Такая очистка занимает от трех до пяти месяцев. Но такая практика должна быть постоянно. Также, когда вы практикуете дома, всегда будьте внимательны. Когда вы практикуете дома, вы должны быть очень аккуратны, потому что вы не должны чувствовать слишком сильный жар. Тело должно привыкнуть к этому жару внутри. Если вы будете слишком усердствовать, это может привести к следующим последствиям. Вы можете чувствовать негативное воздействие. Вы должны четко для себя осознавать, что наша нервная система, она не чиста. Существует в нашем теле очень много различных блоков. Требуется очень много времени, чтобы устранить эти блоки. То, что вы должны делать, это практиковать каждый день, но час или два. Если вы чувствуете себя нехорошо, если вы больны, если у вас жар, вы не должны практиковать. Потому что если вы увеличиваете жар в своем теле, то ваша температура также повысится. Видите, каждый должен для себя осознать необходимый уровень нагрузки. То есть вы должны постоянно прочувствовать, когда вам нужно остановиться. То есть вы должны осознавать, что практика может оказывать не только положительный эффект, но и также негативный эффект на вас. Видите, это как в психологии. Если вы хотите осознавать какие-то ментальные проблемы, то сначала нужно увидеть это. То есть как в психологии, чтобы устранить какие-то ментальные проблемы, вы должны знать изначально об этой проблеме. Таким образом, йога раскрывает все ваши проблемы, прошлые проблемы, доводит их до вашего сознания. То есть люди зачастую просто откладывают свои проблемы в долгий ящик, стараясь не обращать на них внимания, но они остаются живы где-то в глубине вас. Все это называется карма. Карма – это вещи, которые находятся внутри вас, в вашей жизни, от того, что вы делали раньше. Карма – это отпечаток, который оставляет ваше прошлое деяние. Карма – это трудно вы期уVER. Карма – это нефач aha – это нефачат arriba. Карма – должна быть исчезненькое внутри вас, crawly контрак служит. Карма – это нефачатся во время такого рода чистки. Карма – это удобная возможность очередь следующая работать. Карма – это сумасшарная табрка места с Hajite, в следующий раз по оплате Horfikу. Карма – это несколько частей дав manga – это happinessа – с этой нед persianti. Таким образом вы должны адаптировать свою практику своим собственным нужным проблемам. В книге Тхириан Брахмачаги написано, что некоторые асаны хороши для одного, другие асаны хороши для другого. Таким образом, если вы чувствуете какой-либо страх, вы должны практиковать асаны, которые помогут устранить вам эти страхи. Таким образом, практикуя йогу, вы осознаете все свои слабые стороны и посредством различных упражнений пытаетесь устранить эти слабости. Самое важное в йоге, это даже не практика, а стиль жизни. Вам следует есть хорошую еду, которая хорошая для йоги. Видите, шахти, это нечто живое внутри вас. Она является отражением непосредственно ваших мыслей. Эта энергия это часть вас самих. Если вы делаете вещи, которые не хороши для шахти, то она начинает сопротивляться. Таким образом, то, что вы едите, то, как вы взаимодействуете с другими людьми, то, как вы работаете, очень важно. И вы должны быть осторожны также своей сексуальности. Это не значит, что вы должны жить как монах. Но в йоге некоторые вещи, когда вы практикуете йогу очень плохи, особенно если вы занимаетесь мастурбацией. Таким образом, вы не должны обращать внимание на то, как делают различные астрики. Если вы не согласны на упражнения другие люди, вы должны прислушиваться к самим себе. Вы должны найти свою практику. Видите, в этом мире, когда вы смотрите телевизион или читаете новую книгу, каждый день они вам дают другую новую теорию. Таким образом, каждый день, когда вы читаете книги и газеты, каждый день они предоставляют вам новую теорию. То есть, в один прекрасный день, какой-нибудь доктор может написать или сказать о том, что мастурбация – это хорошо, потому что это может освободить вас. Или написать о том, что вы должны есть мясо, потому что мясо полезно для здоровья. Все это не важно для людей, которые делают йогу. Вы не должны слушать, что другие люди говорят. Вы можете следить правила йоги и жизнь становится очень легко. Таким образом, все это не важно для людей, которые по-настоящему занимаются йогой, потому что они подстраивают практику по своей нужде и знают все свои слабые стороны, и их жизнь становится легче. Точно важно жить, опираясь на свои собственные правила и не слушать окружающих. Потому что люди всегда хотят притянуть к себе других людей. Потому что люди всегда хотят притянуть к себе других людей. То есть, они, например, говорят, пойдем выпьем вместе водки или покорим. Но вы не должны прислушиваться к этому. Даже если вас приглашают что-нибудь покушать вместе, вы не обязаны есть то, что они вам предлагают, если вам это не нравится. Пусть думают, что вы немного странным, но лучше быть странным, чем больным человеком. Чем больше вы делаете для себя различных правил, тем сильнее вы становитесь, и тем странным вы будете в глазах окружающих вас судить. Потому что каждый индивидуальный человек очень специально. И чем больше индивидуальный вы становитесь, тем более специально. И люди думают, что это странная человек. Она делает что-то, которое другие люди не делают. Каждый человек это индивидуальность, поэтому чем более индивидуальный человек становится, тем больше раскрывает он свою личность, тем больше неодобрения он может выйти со стороны окружающих. Это самое важное в йоге, чтобы быть таким образом. Не нужно быть как другие. Также не нужно быть в группе или в клубе, чтобы стать йоги. Вы можете это сделать самостоятельно. Очень важно помнить о том, кто вы есть на самом деле. И практиковать йогу соответственно. Йога это не сектор, где каждый должен одевать одинаковую одежду, каждый должен одевать одинаковые прически. Я надеюсь, если вы не слишком устали, то мы можем заняться практикой. Вы видите, тело содержит в себе много тамаса. Томас является одним из трех гун, это тяжесть. Тело словно животное, оно предпочитает лучше спать, а ладей не есть. То есть каждый день, занимаясь практикой, вы увеличиваете свою волю, усиливаете свою волю. Поэтому в самом начале очень тяжело начать практику. Но если вы будете продолжать регулярно заниматься практикой, то ваше тело наполнится приятными ощущениями и чувствами. Как только вы начнете осознавать, что вся эта практика влияет на вас положительным образом, вы чувствуете положительный эффект, вы начинаете заниматься с большей охотой, с большим усилием. Хорошо, давайте начнем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если у вас недостаточно времени для практики, если ваше тело недостаточно гибкое и другое, вы можете делать пхастрику, почувствуйте изменения в своей теле. Мы делаем 25 раз пхастрику, концентрируем свое внимание на шики, это плок волос. Это лок, лок волос. И вы держите глаза открыты, mouth закрыты. Тильте ваше тело на шандара и делайте 25 раз пхастрику. Пхастрика. 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 Я сказал вам, что М.B. Гвадди должен знать 50 основных упражнений Сукшман-Виайан. Если вы знаете все эти упражнения, они являются наилучшей поддержкой вашего тела, вашего сознания. Мы следим в книге Тирендра Пахмачали, который начинает с этой пастрика, с этой пастрика, с этой пастрика. Мы следим в книге Тирендра Пахмачали, которая начинается с концентрации на горловом отделе, затем хастрика с концентрации на шики. Теперь мы концентрируем свой взгляд на полу. Мы делаем 25 пастрика. И дальше на Брахмаране. Домандартап. И.B. Гвадди. 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 Вот так и 25 раз пхастрика. Вот так и 25 раз пхастрика. Мы вытягиваемся, стоим прямо, наклоняем голову назад, взгляд сконцентрируем на межброви и остаёмся в таком положении. Вот так и 25 раз пхастрика. 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 Так же наклоняем голову вперёд и назад. Вот так и 25 раз пхастрика. Два раза поворачиваем голову. Два раза вправо, два раза влево. Глаза закрыты, рот открыт. Вот так и 25 раз пхастрика. Глаза закрыты. Глаза закрыты. Глаза закрыты. Закрываем нос большими пальцами рук. Then with Kaki Mudra, you inhale very deeply, you close your eyes and your mouth, you inflate your cheeks, you do Chantana. Then you come up, open your nose and your eyes and you breathe out slowly by nose, you breathe in again by Kaki Mudra. Do the same, we do it five times. Okay... Okay... You should have joined the staff. Продолжение следует... 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 еще раз и 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 Вы должны быть прямыми силами. Мы делаем вдох, отклоняемся назад, поднимаем руки вверх и с выдохом возвращаемся в исходное положение. Не вверх, а назад. Еще раз. Продолжение следует. Еще раз. Продолжение следует. Еще раз. Продолжение следует. 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 Вы сидите в таком положении, когда вы делаете пасти. Зажимаем пальцы рук. Зажимаем пальцы руками. Зажимаем пальцы руками. Зажимаем пальцы руками 25 раз. 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 И делаем то же самое упражнение. Зажимаем пальцы руками 25 раз. Зажимаем пальцы руками 25 раз. Зажимаем пальцы руками 25 раз. The book Ajagari is covering with exercises for the stomach. Ajagari brings exercise to the body. В книге начали снизу, вниз, голову, ноги, ноги, плечи, 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 плечи. Аджагалия и аджагалия в упражнениях для плечи. Аджагалия упоминается упражнение для живота. Начинается с головы и кончается с головы до крови. Аджагалия должна быть частью многих практик. Это упражнение способствует повышению жара в организме. Если вы практикуете аджагалия дома, то используете то, что любите, но не используете так много, что слишком холодно. Когда вы практикуете аджагалия дома, вы должны не перестариваться. Это упражнение в комбинации с упражнениями для рук становится очень эффективным. Потому что, когда вы приводите больше прана к этому месту, то ощущения автономного нервного системы становятся сильнее. Это связано с тем, что делая это упражнение, вы привносите много праны в эту часть вашего тела. Вы также можете использовать это упражнения между различными асанами упражнениями. Когда мы вдыхаем, делаем кумхаку, утару, делаем кумхаку, утару и делаем кумхаку. Продолжение следует... drop over. Продолжение следует... 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 Это очень хорошо для вашего сердца. Если у людей есть лицо и лицо проблемы, они должны делать эти упражнения с руками, чтобы сделать сердце легче и стабильнее. Если у людей есть сердечные проблемы, то соответствующие движения рук помогают его работе. Аджагаря. Возвращение рук. Возвращение рук. Вытягиваем рук. Делаем вдох. Делаем рук. И 10 раз поднимаем вверх и вниз обе руки. Возвращение рук. Аджагаря. Аджагаря. Возвращение рук. Возвращение рук. Возвращение рук. Затем закрепляем ногу, и потом закрепляем ногу. Не знаю, если это в России, но в Свеции, когда я был маленьким, Мы использовали это для доброго счастья. Если в школе один парень был тест, мы говорим, что мы нажимаем пальцы, чтобы вы успехи. Вы видите, в целом мире люди знают такие вещи, и большинство детей используют их, потому что они не осознанно знают, что это что-то, которое имеет хорошую эффективность. Дети по всему миру не осознанно используют этот жест на уровне подсознания, потому что они чувствуют, что это принесет удачу. Окей, мы стихенем руки, мы вхажаем, делаем камбакка, и двигаем правильный руку 10 раз, от права на обратно, и затем вздохим, вздохим, вздохим. Мы делаем свои руки жесткими, мы делаем вдох, мы делаем мхалку, затем 10 раз делаем круговое движение правой рукой, в конце удар. три назад, 2, 1, в новом CLB с правой рукой. Вдох Вдох Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аджагари – это как массажа всей части тела с праной. Вы двигаете праной и движение мышц будет работать праной в организме. Все внутренние органы, находящиеся в этом отделе печень, почки начнут функционировать. Вдох, кумбхаку, движение руками назад в конце выдох и выдох. Вдох, кумбхаку. Вдох, кумбхаку. Вдох, кумбхаку. Вдох, кумбхаку. Вдох, кумбхаку. Вдох, кумбхаку. Вдох, пумхаку, делаем 10 раз круговое движение руками вперед, затем в конце удар с выдохом. Добавляем сахар и сахар. Продолжение следует... 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 Возьмем руки прямо перед собой, руку в руки и пальцы прямые. Возьмем кумбакка и мы делаем вдох, делаем кумхаку, поднимаем ладони вверх-вниз десять раз, потом вдохнем. Возьмем руки и мы делаем вдох, делаем кумхаку, поднимаем ладони вверх-вниз десять раз, затем выдох. Возьмем кумбакку. Возьмем кумбакку. Возьмем кумбакку. Возьмем кумбакку. Продолжение следует... 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 Если вы можете открыть это, которое мы не можем сейчас сделать, потому что это очень высокая стажа в йоге, то он идет в глубоком трансе для первого раза, и странные вещи начнутся происходить внутри. Он будет полностью идти в дарна и начинает медитировать. Когда вы делаете это, то вы начинаете чувствовать, что здесь есть какой-то нервный снот, что вы начинаете чувствовать. Это уже открытие Вишну Градхи, да? Она говорит, что когда вы делаете это упражнение или это упражнение, то в определенный момент вы начнете чувствовать, что здесь у вас появляется напряжение на уровне сердца, но в позвоночнике сзади. И это Вишну Градхи. В теле человека есть несколько Градхи. Первый из них Брамма Градхи. Оно в Муладхаре находится. И когда оно раскрывается, энергия поднимается вверх, то оно доходит до Вишну Градхи. И когда йога в процессе практики достигает той стадии, когда Вишну Градхи открывается, он входит в очень глубокое состояние транса, чего с нами здесь, конечно, не произойдет. В конце дня, я думаю, принадлежит. Это уже очень серьезное состояние Градхи. Он говорит, что может быть в конце дня. В первую задачу, которую ученик должен освоить в йоге, это открыть Муладхар. Это хорошо сегодня. Если это происходит, то вы начнете чувствовать это. Это будет как-то влиять на вашу жизнь. Я думал, что это может быть как магия. Вы начнете чувствовать, что странные вещи начнут происходить. Жизнь не просто происходит нормально, но вы чувствуете, что что-то начинает в вашей жизни происходить, и это своего рода волшебство. То есть из-за меня начинают действовать на вас какие-то силы, которые заставляют вас убольше практиковать йогу, жизнь меняется. Then you have to bring much prana into the abdomen with practice. Maybe for some years you make prana go, go, go. And prana will open this first block. It's like a block, as if the door was locked, or the door of Sushuna is locked. And with prana you open. If a yogi can open this granti, then prana will start to rise to Swadhisthana, to Manipura. The heat will become bigger in the body. And slowly it will come up here. But here it cannot move up more, because there is a new, even stronger block called Vishnu granti. And with pranayama and other things you start to open this second one. And when prana can go up more to Vishuddha and to Ajya chakra, then here you have the last of the three knots. It is called Rudra granti, the knot of Shiva, which is very difficult to open. If a yogi can open this one, then Ajya chakra, the power of Ajya chakra, enlighten him. And kundalini or prana can go up and unite with Sadashira, as you say. The consciousness of the whole universe, which is in Sastrara, will unite with the unconsciousness, which came from down here. And you will be free. Then you have to reach the end of this road. And then in practice, you will have a lot of prana on the inner side of the body. The first block, the inner bronchi branch, which is gone, the prana is gone, and the prana starts to press to progress. It will then move up. And to this level of prana, it will become easier for Vishuddha and all your way. You should put prana on the inner bronch and to follow Prana here, and then as Prana begins to move higher. And then if this prana starts to move, the prana begins to rise. Vishuddha, Ajya chakra. И в Ваге Чакре здесь самый последний из узлов, это Рудра и Шила, Гранхи, его очень сложно раскрыть, и если вы достигаете того уровня, когда он исчезает, то Прана или Кундалина поднимается выше, и вы достигаете единения, то есть ваше бессознательное, которое вы подняли снизу, достигает единения с сознанием космоса и сознанием Вселенной, и тогда вы свободны, это конец дороги. Вы видите, когда вы делаете Сукшмавия-ям, вы начнете приготовить Баба, для этого, все эти процессы описаны в Хатха-йога Прадипики. И когда вы начинаете заниматься Сукшмавия-ямой, вы подготавливаете себя к этому, и весь этот процесс описан в Хатха-йога Прадипики. Это очень мистический процесс. Это очень мистический процесс. Вы достигаете различные уровни, авастасы, которые называются авастасы. При открытом Гранхи, при открытом Брамагранхи, вы достигаете первого уровня, который называется Арамба-аваста. Арамба-аваста, это означает уровень первого уровня, когда вы раскрываете первый авастасы. Три или четыре уровня, которые называются авастасы, и вы достигаете, когда раскрываете чакры и убираете блоки. Арамба-аваста, первое называется Арамба, когда вы выбираете блоки здесь. Арамба means beginning. Это уже очень сильная йога. Если йоги достигает арамба-авастасы, то внутри тела вы начнете чувствовать сильную энергию. И вы начнете слышать звук внутри, когда он работает. И такие вещи. Это уже очень высокий уровень, когда вы достигаете арамба, то это очень хороший уровень практики, йоги начинают ощущать очень большую силу в теле, и когда делают практику, даже слышат какие-то звуки исходящие изнутри. Потом, когда прана приходит к открытию вишну-гранти, вы достигаете второго уровня, который называется гаттаваста. Гаттаваста означает сосуд или горшок для воды. Когда это происходит, когда вы достигаете гаттаваста, я могу только сказать, что из книги написано, что вы начинаете слышать сильные звуки внутри, как оркестра, и драки, и другие вещи. И он может написать это только по книге, соответственно, что он читал. Когда вы достигаете этого уровня, гаттаваста, то, звуки изнутри становятся очень сильными. Это похоже на музыкальный оркестр, который внутри вас играет, и таким образом сознание йоги обращается внутрь к этим звукам, и он достигает практику. И когда прана достигает этого уровня, это называется паричайя-васта. И когда прана достигает этого уровня, это называется паричайя-васта. Это почти полностью, но не полностью. Это на третьем уровне, и когда вы достигаете, что вы слышите, что вы слышите сильные звуки, как воно, как в воде. Очень громкие звуки, которые делают вашу мозг полностью стиль. И когда вы достигаете этого уровня, то это почти конец, но еще не совсем конец, и звуки становятся еще интенсивнее, они подобны грому, который внутри вас, раскаты грому внутри вас. You see, this, this, if you know about this, you know that you should not hurry. It's something which it is not, it is also dangerous. If somebody is not prepared, if this would happen, he would freak out. And then, when паричайя-васта is finished, when you have reached this level, which is also called Savikāpa Samadhi. This is a state of Samadhi where you still feel as yourself. You still think you are Katya, or you know that you are Katya, like in a dream, but you are completely absorbed in the universe already. And then, when you can make prana go up completely, this is called Nishpati, the completed state. This is also called Nishpati Samadhi. If you reach Nishpati Samadhi, you will always remain in Samadhi. And such people you can see from some things that they are in Samadhi. Like my Guru, we always said he didn't reach Samadhi. But I believe he has reached because he was wearing the signs. He was like normal man, he could talk and walk and eat and drive his car and do things. And still he was not affected from dualities. No heat, no call, no fear, nothing. He was free. You see it's written in the Bhatta Pradhibhika that student should look for the signs when he sees a Guru. He should look for these signs. If a man is telling you that he has reached Samadhi, but he doesn't show all these signs, then he is, in the Bhatta Pradhibhika's written, he is like a madman who is talking nonsense. You see mostly people who have reached this stage and it is known that there are not many. These people they don't talk about this or they don't write the book that they have reached Samadhi and bla bla bla. Describing everything because you cannot describe. If I tell you I have reached Samadhi, you can believe it or not. But if I haven't reached it, it is useless for me and for the whole world. You see as we know in this world where mostly business is the king, people want to impress the world. They say, look at me, I am a big yogi, I have reached Samadhi. And many people believe, they think, wow, he is wearing a nice dress and wearing mala and he is talking like this, smiling at me. They think he is a real Guru, but maybe he is not. You see in India there are many, many tricksters, people who like to tell lies just for profit. There are many sadhus, they come and they show you some kind of trick, like magic, not even as good as David Copperfield. And people think, wow, he is a strong man, they think he is a holy man. See, in Nepal, this happened not long ago, it was in the newspaper in India, even in Western Europe, that they found a young boy sitting in front of a tree and meditating 24 hours a day. They said that now this, how do you call it, the Babaji has come again. You see, Babaji is just, Babaji is like anybody, anybody can be Babaji. Babaji means father, little father. So in India there are many stories about Babaji here, Babaji here, Babaji up here, this and that and that. Babaji is like fantasy. So this boy, then people, they started to go to Kathmandu to worship this boy many thousands. They went with train, with bus, with airplane and in the day thousands of people were bowing and giving money to the boy and giving money, plenty of money. And the newspaper saw pictures with plenty of money around him. See, there it was like, it was outside, there was a big tree and they put flowers and like a temple and so the worship was only in the day. But the people who were managing this whole thing, they said, the boy, he never eats, he never sleeps 24 hours, always meditation. But in the night they used to close the campus because of security, they said, because it would be not safe to leave it open for the public. They made it closed on the police. And then one journalist, one Indian journalist, he thought this is a little bit strange and in the night he could enter the campus to look around. And then he saw that as soon as the campus was closed and the light was turned off, the people, the parents of this boy, they would take him and he would eat a lot of food and he would sleep until the morning. And so the journalist, he wrote it in the newspaper and the whole thing was finished. See, in India many such things happen. Even Sai Baba, Sai Baba, I don't know if he could really perform miracles. I saw video which was really amazing when he was producing Viputti, the holy ashes, he had a pot like this and then with his hand he was doing in the pot and there was Viputti coming and coming and coming like magic. But then in some newspapers they write that not everything was really magic. It was also with some kind of tricks when he produced golden chains and things like magic. But he was using like a trick, hiding the things somewhere and producing them for the people. So you don't know if Sai Baba is really a saint or not. It's also a big ashram, big business, many people go on. In Indian newspaper, in one newspaper they wrote that some young foreigners, some young men who were worshippers of Sai Baba, later they told that Sai Baba liked young boys too much and he always wanted to touch their penis. And when people read it, they didn't like it so much. You see, he called this purification to touch the penis of the young man to purify him. But many Hindus, they didn't like it and they even wanted to kill Sai Baba. In the night some people entered the ashrams and they killed many people with knives. Sai Baba, he could escape. He had another door from his roof and he could go out of the door. Or if he didn't have this door, he would be killed. You see, in India many orthodox Hindus they don't like this. They don't like when a holy man is pretending to be holy and then he is starting to make around with students and things. And in India many traditional Hinduists don't like these things when a person pretends to be holy and pretends to be holy and then they do some unnecessary things. Orthodox Hindus, that's why they didn't like Osho. They didn't want Osho in India because Osho, he said, let's have sex everywhere. Everywhere you want you have sex as much as you can. Go around naked and just let everything go out. Of course this attracted many people, especially from foreign countries, because many were frustrated, they didn't have a nice sex life, maybe unhappy. And they could go to India and fuck all day and fuck with everybody. And they liked it. They thought, wow, it's great. It's freedom. I think now it's not like this anymore. When Osho died, then the Asham started to change and now they offer every kind of spiritual things, yoga, taiji, everything, sword fighting. So it's like a supermarket for esoteric things. You see, it's really, this is the most difficult to find a teacher which is honest and true and who is not only teaching you for profit but for your salvation. That's why it's very difficult to find a teacher who is honest and true and who will teach you not for your own benefit but for your own benefit. Okay, continue. It's a Russia pen. It's Russia pen, where does it look? It's Russia pen. It's Russia pen. It's Russia pen? It's Russia pen. Может быть, ничего не нужно о том, это контрактные нервы. Вы видите, спазмы могут происходить все время. Это написано в йога-шаснах, что когда вы почувствуете какую-то энергию, когда поток энергии начинает шаг, трампл, или начинает двигаться, потому что энергия, это нормально. Это может даже привести к левитации, когда энергия начинает очень сильной, когда поток энергии начинает очень сильным, но не запомнишься. Йоги говорят, что, before you do the real heavy practice, learn padmasana, потому что в padmasana you cannot get hurt, but maybe if you start to levitate, when you stand, and suddenly you turn around with the head upside down, and suddenly you realize what you do, and then path you fall down, you can be killed. I have never seen a man levitating. Now on YouTube, if you look for levitation, you see people sitting in the air, like this, like in Tsukhasana, they sit, maybe this side, in the air, but it's a trick, a very cheap trick. They have something from metal, which you cannot see, it's somehow covered from some material, and it looks as if people would float in the air, but it's a trick. You see, there was one man from Holland, he was the first, he came to Europe, and he said he could levitate, and they even brought him in television, showing this. But then, in YouTube, other people, they found out, how the trick works, and you can see films, where they show you, how it works. It's very simple and stupid. You see, I think, if somebody is doing spiritual discipline, it's the most stupid to use drinks, to impress the world, to get a little money, or a little to become famous. It's very stupid, because it's not real, it's no progress at all. You have to make a big step back, when you do artisan. If someone is doing spiritual practice, the most stupid thing he can do, is to show cheap focus, to earn a little money, because it's not progress, it's a very strong progress, it's a step back. It's a step back. Okay. Okay. So, we have not finished our exercises. In English, we have not finished our exercises. From Sushma Vyayam, you start to feel so many things, which are already guiding you into the real yoga, that you cannot talk. If you do it regularly, for some time, some months, maybe a year, maybe two years, you will always feel new energy. New energy here, here, here. it will always increase. So, you will find out everything about these locks, about the levels, about the energy, about everything. and then, if, 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 I was reading, Hatha Pratipika, before I started a good yoga practice. And, it sounded very nice. But, I didn't understand it completely. I didn't understand. But, when I started to practice Sushma Vyayam, more and more, I started to, when I was reading again, I started to understand some things about energy, about this. And, I saw that Hatha Yoga, as it is described in the Hatha Pratipika, it's something very, very big. It's, it's not only, physical exercise, for sport, and fitness. It's, the most powerful yoga, that, that you have in the whole world. But, when I started to do Sushma Vyayama, and then, I started to read, and then, he realized, what it is written, and what it means. And, he realized, that Hatha Yoga, it's a great practice. it's a great practice. Only people, who don't know Hatha Yoga, they say, it is low. Some, even in India, some people say, this is the lowest. We practice the High Yoga, Raja Yoga, Gyan Yoga, Yoga for the Spirit only. Because, they don't know, that Hatha Yoga, is the real yoga, which can bring, much more power, than any other, of the other yoga. And, only people, who don't know, about Hatha Yoga, say, that this is a niche of practice. And, sometimes, that Hatha Yoga is a niche of practice. we practice Vyana Yoga, or Raja Yoga. And, it's a great practice. But, they don't know, what they say. Because, Hatha Yoga is a great practice. And, everything is. Okay, we put the arms straight again. Then, you spread your fingers again. You push the hands up, as much as you can. You make like a cobra with your fingers. And, now, you straighten from the fingertips to the shoulders. You straighten and stiffen your arms as much as you can, and hold it. And, you stand on the fingers, build it. You pioneers the hands, feel that I can't hold it as well. Добавляйте наши арки. Мы распределываем пальцы, поднимаем ладони, делаем кобру, вытягиваем руки и напрягаем. Продолжение следует... 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 Принесите их крепко к самой чувствительной части позвоночника. Колени померем. Вдох. 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 Наклон стараемся коснуть углом коленей. С обдохного прогиба 5 минут. Продолжение следует... 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 Вдох, пухака, сначала вправо и потом так же, как до этого было. Пальцы рук не прижаты. 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 Продолжение следует... 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 Руки перед собой. Руки перед собой. Мы делаем капючакрасно на левом и на правом. Со вдохом мы делаем капючакрасно сначала левом и на правом. Добавляем капючакрасно. Добавляем капючакрасно. Добавляем капючакрасно. Добавляем капючакрасно. Мы стоим прямо, ноги полностью вместе. Добавляем капючакрасно и мула бандха. Добавляем капючакрасно и держим капючакрасно. Добавляем капючакрасно. Добавляем стоп в сторону. Вдох. 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 Добавляйте свои ноги вверх. Это называется свадистан чакра-шудхи. Это называется свадистан чакра-шудхи, но на самом деле это подтягивание это свадистан чакра-шудхи означает очищение и пробуждение свадистана чакры. Видите ли, в процессе провождения кундалини вам нужна сила Манипура, свадистана и маладхара вместе. Особенно если вы раскрываете маладхару, если вы хотите открыть брамагранхи, то вам нужно жарить Манипура и свадистана, чтобы он раскрылся. Существуют так называемые Йога-упанишады. Видической литературе существует 108 Йога-упанишады. И около 12 из них относятся к Йоге. Они называются Йога-упанишады. Тришик-упанишады, Йога-кундали-упанишады, Чудамани-упанишады, Татва-панишады. И у всех из 12 есть свои имена, часть из них редко назвал. Йога-татва-упанишады. Йога-татва means the essence of Йога. Это было написано, как это работает, чтобы открыть брамагранхи, чтобы сделать брамагранхи из Манипура, свадистана, чтобы сделать огонь в этом месте, начать огонь, и с помощью этого огонь вы можете открыть брамагранхи, и потом кунгалиньи, или прана, начать к Йоге. В Йога-татва-упанишады, которая приводится как сущность Йоги, описывается процесс раскрытия брамагранхи. В частности написано, что нужно огонь из Манипуры и свадистаны, чтобы раскрыть эту брамагранхи. You see, in the Mooladhara chakra, you have, it's like the center of Mooladhara, it is called the Svayangulingha. Svayangulingha means the linga, or the penis, which is creating himself out of nothing. And in the Yoga Shastra it's written that Kundalini, like a snake, is coiled three and a half times around this Svayangulingha. And because she is sleeping, the door of Sushuna, which is the bottom of Svayangulingha, and this door is closed from this snake, which is coiled around it. And because this snake is sleeping, the door of Sushuna, which is at its bottom of Svayangulingha, is closed from this Svayangulingha. It becomes free and the Vrana can go inside. See, this is all symbols only. In reality there is no linga in Mooladhara and there is no square, red square and all these things. In reality it's all energy and the energy is blocked from something. and we have to make this energy which blocks the path of the consciousness with the help of the inner fire. We can open it and make it go out. You see, in mysticism always symbols are used to explain something so that not everybody can understand. And yogis they used a lot of symbols. Like they would call the penis matsya fish. So in some tantric rituals it is written that you need matsya to do the ritual and the stupid people and the stupid people who were not adepts of real Tantra they thought, oh, matsya, you have to eat the fish. And they started to eat the fish and thought it was matsya but in reality it was the penis. You see, there is one very famous Tantra it is called the panchamakara ritual. The panchamakara ritual is very famous in India. It's the ritual where you need five things which start with M. You need mamza, madya, matsya, mudra and maituna. You see, like mamza, the word mamza, it means flesh, the flesh of the cow usually. So also the stupid people who they hear about this very powerful ritual in which the yogi may clave and they try to eat away from them. So they thought, ah, the yogis they are eating the meat of the cow. So in India this is not good. But still some, even Hindus started to eat a little bit of cow meat because they thought it was part of the panchamakara ritual. But in reality the word mamza in yogi language it means meat but this is the meat of the tongue. You see, in India in Sanskrit there is the word go. Go it can mean cow or it can mean tongue. So the yogi, by using the word mamza of the go, he would say you have to do ketchari, you need ketchari, you eat the flesh of the tongue by putting it back and up. So the yogis they don't eat cow meat, not even for ritual. And then they also, matya, I said the fish, the penis is also, you need ketchari, you need the penis. And the other one is madya which means wine, something which is intoxicating. So the low class tantrists, they were thinking you have to drink wine, you eat cow meat, you eat fish and you get a little bit of time drinking the wine. But the word madya, the wine is used as a synonym for amar, for nectar. The nectar which is intoxicating the mind of the yogi. So by doing ketchari and by doing vajroli, by creating a strong fish here, the yogi is starting to feel the nectar in the head. And then the next word, the fourth, is mudra. Mudra, it has many different meanings. See mudra, it means a seal, but it can also be a stamp. In court, if they put stamps on a document, this is a mudra. Or it can mean anything that you put on your body, like a tattoo. A tattoo is also a mudra which is stamped in your skin. Or in India there is a sect of yogis who come from Gauraksha, they are called the Ghanpatha yogis. They wear big earrings in the ear, but not like me, they put it here, in this part of the ear, very big rings. When they are initiated, the guru would cut with a knife. Here he would make a cut and they would put big rings inside. Usually made from bone or from any, from rhinoceros or anything like this. These rings, or even my rings, they are also called mudra. It's said that Gauraksha, he used to wear earrings. And mudra, in the yoga language, mostly it means a yogini. Not a low class yogini, but a yogini who is initiated in Vajrali. So to perform the fifth maithuna, it means sexual intercourse. You need a yogini, you need penis, you need ketchari and nectar and all these things to be able to make ritual intercourse like yogis too. So even today in India there are sects of tantric people who practice the panchamakara ritual. But wrongly they eat some fish, they drink some wine, they eat some meat. Then they think mudra is also used for grain, for some kind of grains which they eat. Then they have sex. This is also called chakra puja. Chakra puja, it is still done in Assam, in Kamakya temple, they do chakra puja. I have never seen it, I never did it with them. It's very secret because it's not legal. I heard about it that men and women, they would come together maybe ten, twenty or even more. There would be mothers and daughters, sons and fathers and grandfathers and the guru. And then mostly the guru is looking which woman is the most beautiful and he takes her for himself. And then he distributes, he is deciding which people have to make sex together. And sometimes he would make the father have sex with the daughter or the mother with the own son and things like this. You see, before they have sex, they eat and drink and it's like puja. People who know it, they say it is powerful. Even this low-class tantrism, it is strong energy and they get a little bit drunk and then they get hot and then they start and they say it is very, very strong. But it's not the real panchamakara ritual, of course. You see, the tantrism is very white, it has a very dark side and it has a very bright side. Tantrism is very broad. Tantrism is very broad. In India they do human sacrifices for black magic which is also part of the black tantra. They do anything which is not good and they create the spirits of the evil demons. The pure tantra, the first tantra which was in the world, it is hatha yoga. You see, hatha yoga is the teaching of controlling the sexual power and using it for self-realization. But it's pure, pure yoga, it does not say you should do things which are not good. In India there are sadhus, I have met myself sadhus who have power but evil power. One time, this was last year, I was in New Delhi and when I came out of my hotel in the Parganj, suddenly a sadhu was coming. He was wearing a red dress and he said that he was a Nagababa and that he was one that was wearing the chains and the metals. He was able to protect his penis from being able to have sex. You see, many Nagas, they kill the penis. The Guru even is killing their penis with a stick. By initiation he is holding the penis and he is hitting it with a big stick to destroy it. So they go around and they can go around naked and have no erection. And some of them, they use metal to destroy the penis. They with chains and with piercings they destroy the penis. So this sadhu, he said he was one of them. And the people in Parganj, the Indian people, they said, no, no, this is, he is telling lies, he is not real sadhu. Then this sadhu, he was getting angry and he opened the dress, he took his dress off. And he was naked and he was having big chains here and all the metal things around. And most Hindus, they saw he was a real Nagas and they were afraid. And this sadhu, he said that he wanted to bless me. But I said, no, I don't want to be blessed. And then he said, yes, he insisted to bless me and he wanted money. So when I refused again, then I gave him, I think, 50 rupees, which is much. I gave him 50 rupees and taught him to go. And then he was getting angry. And with his hand, he touched me, he touched my hand like this and he go. And then, on this day I wanted to go to Tamil Nadu, to Madras. I had an airplane ticket and everything. And I wanted to check in the internet cafe in Paharganji if I had gotten any emails before I took the flight. And when I came in the internet cafe, I felt something sticky on my hand where the sadhu had touched me. I didn't know what it was and I smelled and it was a very horrible stink. Yeah, like decaying meat. And then I went to wash my hands and I wanted to use the computer. And in this moment, in all daily, the light broke down, the electricity broke down. And so for about two or three hours, no more electricity. I couldn't check about my flight on the internet. Then I wanted to go to the airport to check in the airport. And first, the taxi said they couldn't go because all the traffic lights were blocked. And then I found a scooter Gawala with a scooter and he said he would bring me and we went very far in the narrow ways. We tried to reach the airport. And then when I reached the airport, the electricity was coming. And I saw that the plane would leave, I think it was about 12 o'clock, and I saw the plane would leave about 2 o'clock. And then when the time was coming, they suddenly announced that the plane was delayed. And I had to wait for about 6 hours in New Delhi airport. Then in the evening, they said the plane was now coming and we could fly to Madras. And I reached Madras very late in the night. And then I didn't want to stay in Madras, I wanted to go to Kanchipuram, it's a holy city near Madras. So I asked a taxi driver to drive me. And then he agreed, I paid him the money, we started to drive and when we were far from Madras, in the complete nowhere, it was dark, no houses, no nothing, the taxi broke down. And the taxi driver said he could not repair it. We would have to wait till tomorrow. But I didn't want to wait in this dark place, it was dangerous. So I was lucky after one hour, a scooter while I was coming, and I could go with the scooter, it took many hours to reach Kanchi, but with the scooter slowly we could reach. So I tell this story because I believe that all these accidents were coming from the Sadhu, this Sadhu was having some power and he was using his power to hurt me. So it's useful to be careful, especially with Nagavas, not all of them are friendly. They have power. In India they believe that if a man is doing sacrifice, like sacrifice of penis or putting the hand up for 20 years like this or things like that, they will get immense power by doing it. And in India people believe that if a man is doing sacrifice, like if a man is doing sacrifice, or if a man is doing sacrifice with his penis, or if he can sit for 20 years with your hand, he will really be able to have an unlimited power. Okay, now I think we do Shavasana. Now we do Shavasana. There is a question about what was the danger of agreeing for the blessing, why you didn't agree to be blessed. Because after my guru blessed me, I didn't want to have blessing from other people. Not even from the Dalai Lama I would accept the blessing. Although I think that Dalai Lama is a very good man. Is it dangerous to agree for such blessings? Sometimes it can be helpful, I believe. But when I received the blessings of my guru before he died in Vantala in 1993, when I saw him the last time, for me this was the best blessing. And I knew nobody should bless me anymore. It was all I needed. I was definitely not. But after that, when I was a guru in the last time, he was a blessing, it was a feeling that he didn't need anything. Okay. Thank you. So, Roshik, can you tell us about the story? We'll be able to tell you about the story, or do you take a moment? Or do you take a moment? Yes. 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 Hug us. And hope for you someday. ... ... . . Продолжение следует... Продолжение следует...